Русскую культуру и кино, в частности, всегда отличало особый характер, долгие гуманистические и философские традиции. Пока американский майнстрим утопает в хэппи-эндах, а европейский кинематограф изучает рамки социальной драмы, российские режиссёры всегда стремились найти посредством своих работ ответы на извечные вопросы бытия, лекарства для человеческих душ. Как вы думаете, сможет ли молодое поколение российского кинематографа удержать эту линию, не позволить этой уникальности исчезнуть под напором консимиризма, погладившего российское общество? Вопрос непростой и, конечно, полного ответа на него я не знаю. Тем более, речь идет о будущем, всегда очень трудно что-то прогнозировать. Но могу сказать, что надежда на то, что российское кино сможет сохранить свою интонацию, свой особый стиль, свой особый мир, у меня есть. И даже я бы сказал так, что эта надежда окрепла в последнее время. Почему? Потому что некоторое время назад действительно было ощущение, что консимиризм, как здесь сказано, поглотил очень многое. Как в кино, в частности, и большинство молодых кинематографистов, которые приходят в кино, ориентированы именно на это. То есть на создание, ну скажем так, блокбастеров, высокобюджетных фильмов, жанровых фильмов, развлекательных фильмов. И как-то традиция российского авторского кино куда-то уходит. Кроме того, очень беспокоило то, что большинство этих фильмов действительно были совершенно оторваны от реальной жизни. И даже если они как... Я не говорю сейчас о жанровых фильмах, это понятно. Они должны быть и есть во всем мире. Но предположим, фильмы, которые как-то затрагивают, показывают как будто бы форму реальной жизни. Но, тем не менее, все равно они существуют как будто бы в другом мире, существовали. Мы говорили, мы называли это кинематограф «Садового кольца». Действие фильмов происходило как будто бы вот в этом гламурном центре Москвы, такой искусственной выгородке, которая совершенно не представляет Россию. То есть, конечно, это тоже часть страны, но какая-то совершенно особая отдельная. И действие очень многих фильмов происходило именно так. Режиссерам просто было круче, не выезжая оттуда, делать кино вот о том, что они в том облом круге, в котором они сами вращаются, и не выходить за его пределы. Но сейчас сформировалась совершенно другая тенденция, и она меня радует. В частности, она была представлена на последнем фестивале кинотабров, национальном фестивале российского кино. Там даже был некоторый перебор в другую сторону, потому что потом наблюдатели шутили, что у них было ощущение, как будто они провели целую неделю в каком-то в одном и том же унылом провинциальном городе, среди, в общем, такого полупьяного населения, среди, в общем, таких достаточно фрикообразных каких-то фриков таких людей, но в то же время по-своему интересных и симпатичных, потому что эти кинотабровцы исследовали жизнь российской провинции и вообще попытались как-то приблизиться к реалиям нашей действительности. Это очень радует. Это такие картины, как «Волчок» Василия Сигарева, как «Сказка про темноту» Хамирики и целый ряд других. Буден Параба Мезгирева. Все эти режиссеры представляют новое поколение российского кино, и то, что они пошли именно по этому пути в последнее время, это очень заметно, как раз позволяет думать, что в нашем кино есть потенциал по-прежнему, будущее, и, конечно, оно будет другим, оно не будет таким, как оно было там в прошлые годы, в десятилетии в советское время, но оно будет интересно, так мне кажется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!